В Кыргызстане заболевших коронавирусом становится больше. Об этом ссылаясь на статистику, заявил Кубатбек Буронов на брифинге. Первый вице-премьер-министр отметил, что на сегодня работа по выявлению личностей, контактировавших с больными людьми, подходила к концу, но выявились новые случаи, что расширяет эти цифры. Именно поэтому внесено предложение продлить режимы ЧПХС в отдельных местах республики. Чтобы полностью изучить, выявить всех контактировавших, нам нужно время. Поэтому республиканский штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией COVID-19 предложил президенту Кыргызстана Сорумбай Джейнбекову продлить режимы чрезвычайного положения и чрезвычайной ситуации. На первом месте стоит безопасность наших граждан, поэтому необходимо еще немного побыть у себя дома. Я надеюсь, что наши соотечественники поймут правильно те меры, которые мы принимаем в целях их же защиты. Первый вице-премьер-министр также заверил, что проблем с обеспечением населения продуктами питания нет и не должно быть. Мы каждый день предоставляем информацию по текущей ситуации в стране. Цены на продовольствие в стране мониторятся. Помощь уязвимым слоям населения оказывается. Около 10 тысяч тонн муки мы предусмотрели для раздачи уязвимым слоям населения в качестве помощи. Он рассказал и о запасах защитных медицинских средств. По его словам, если где-то у медиков нет защитных костюмов, то это недостаток работы главы этого региона. Вице-премьер перечислил запасы медицинских защитных элементов от инфекции. В частности, масок по стране имеется 792 800 единиц. В защитных одноразовых костюмах 16 388, многоразовых 13 060, респираторов 41 611. Респираторы делятся на те, которые используются в лабораториях и для тех, кто контактирует непосредственно с больными. А также на те, что используются в обсервациях и на постах. Также в стране 410 692 пары бахил, 6509 защитных очков и более 6 миллионов перчаток. Таким образом, как считает Кубатбек Буронов, проблема с защитными медицинскими костюмами решена. Помимо этого, руководитель штаба дополнил, что от партнеров и бизнесменов поступило 50 тепловизоров и 100 портативных термометров. Помимо этого, первый вице-премьер-министр извинился перед медицинскими работниками, чьи чувства он задел своим выступлением ранее. На прошлом брифинге я также говорил о компенсации медработникам, которые заразились коронавирусом. Но мое выступление они неправильно восприняли. Хочу отметить, что я тогда не называл имен и не адресовывал свое обращение конкретно кому-либо. Я говорил это не только медработникам, а всем службам, вовлеченным в борьбу с коронавирусом. Но тем не менее, я приношу свои искренние извинения медицинским работникам, чьи чувства я задел. Буронов добавил, что спецкомиссия работает и изучает, почему медработники заразились коронавирусом. Это делается для того, чтобы узнать причину и устранить ее. А вот проблему с возвращением на родину кыргызстанцев, находящихся за рубежом, по информации штаба, быстро решить не удастся. В этой связи руководитель оперативного штаба призвал граждан проявить терпение. У правительства есть вся информация о гражданах Кыргызстана, находящихся за рубежом. Посольства, консульства ведут на местах работу. В некоторых местах ведется работа по созданию определенных условий. Все авиасообщения, как международные, так и внутренние, приостановлены. Поэтому решить проблему с возвращением быстро будет затруднено. Мы призываем вас потерпеть. Мы работаем над решением этого вопроса. А пока всем полномочным представителям правительства во властях даны соответствующие поручения об организации проведения весеннеполевых работ в срок. По информации штаба, существующим блокпостам были даны указания об беспрепятственном пропуске сельскохозяйственной техники. Айзада Урумбаева, Джентай Макенов, Пирамида.